Сегодня она успешно дефилирует на подиуме, участвует в показе мод и в конкурсах красоты региональных и федеральных. А 10 лет назад женщина работала бухгалтером и ничего в жизни менять не планировала. Пока размеренную жизнь Надежды Паниной не перечеркнула трагедия. Она упала с восьмого этажа. Почти три года саморские врачи пытались спасти ноги, провели 23 операции, после чего опустили руки. Но рядом с Надеждой все это время был муж Денис, который получил квоту на операцию в Кургане. Мы прошли этот весь путь. Сдаваться я не собиралась. Мы сами своими усилиями написали в Курган, стали списываться с докторами. И они мне сказали, что да, они берут на такую операцию. В Курган Надежда отправилась на поезде, но когда прибыла на место, ей было уже невозможно помочь. Женщине ампутировали ноги и отправили умирать в хоспис. Но Надежда выжила. Домой Надежду Панину отправили как груз 200. Муж Денис приехал на вокзал встречать тело. Когда он открыл купе, я вот помню до сих пор эти бешеные вот эти вот большие, вернее, большие глаза. И он только сказал, малыш, вот так упал на колени, обнял меня. И он первый раз в жизни плакал. Дома Надежда окрепла, стала заниматься танцами на коляске и даже выиграла чемпионат. После чего приняла участие в нескольких конкурсах красоты. Сначала в Самаре, потом в Санкт-Петербурге. Это вот как раз вот диплом по танцам, про то, что я вам говорила. Это показ Мума. Это вот среди здоровых девушек вот я участвовала. Это Невская краса, там тоже Невская краса. Ну и вот эта вот пустая, а ждет своего времени. Скажу просто то, что держит меня. Во-первых, меняться, не изменяя себе, это самое главное, самое первое. А второе, как я говорю, нет таких ситуаций, где стоит унывать. Просто жить, просто дать и позволить себе жить. Я, конечно, мне тоже на это понадобилось время. Сейчас Надежда Панина состоит в оргкомитете федерального инклюзивного конкурса красоты, занимается поиском меценатов. А еще готовит проект для участия в грантовом конкурсе. Если выиграет, будет учить людей ходить на протезах. О своей непростой судьбе Надежда начала писать книгу, в которой, уверена женщина, впереди еще много страниц. Первая мысль. Помню, как сейчас. Землетрясение меня придавило плитой. Вблизи нарисовался белый халат. Она очнулась, глаза открыла. Мария Левина, Сергей Баскин. События. Мария Левина, Сергей Баскин.